Йоу! Всем привет, дорогие дру... Йоу! Всем привет, дорогие друзья! С вами Хоккайдо, и сегодня мы вновь возвращаемся в Кингдом! Еееее! На данный момент у нас ночь, а я как-то подзабыл, какой прогресс мы сделали в прошлом эпизоде, но, судя по всему, у нас дела шли не так уж плохо, нападают на нас с обеих сторон, правда, у учеников есть немножечко денег, что всегда замечательно. Я немножечко шепелявлю за это, заранее извиняюсь. Вот, потому что не разговорился ещё. Я думаю, что к середине эпизода я буду звучать как-то почище. Так, торговец дал нам немножечко денег, и отправляется он, собственно, торговать, заниматься тем делом, которое он умеет делать. Так, у нас появилась женщина уже в новых землях, в которую мы можем вкладывать, и появилась катапульта. Я думаю, что мы сейчас же ей и обзаведёмся, если нам хватит денежек. Ииии... да, нам хватило денежек. Возможно, сразу дую на правую сторону. Две катапульты... Это хорошее вложение, я считаю. К тому же здесь лучник немножечко монеток собрал, и у него прям-таки нехило было. Строители мои бегут. Откуда они, кстати, бегут? А-а-а! Они строили ферму с вышкой! Здорово! Я даже забыл, что я ставил здесь ферму. Но в прошлом эпизоде мы довольно-таки сделали неплохой прогресс. Я серьезно поражен, потому что я уже немножечко подзабыл, что, как и куда, как вообще это все дело было. Так, давайте сломаем еще немножечко деревьев. Вот где-то посюда, чтобы поставить еще одну вышку. Так, эти деревья мы сломать пока не можем. Ну и ладно. Сейчас мы, наверное, пройдемся в наше королевство. Последим за тем, как они занимаются строительством катапульт. И я надеюсь, что они успеют вернуться домой до заданного срока. К сожалению... А-а-а! Я забыл, что катапульту-то надо, собственно, поставить здесь. И ей нужна стена. Я боюсь, что мы не успеем. Мне нужно еще денег. А-а-а! Да, нельзя было так сразу просто нырять в эту игру и делать все, что мне заблагорассудится. Потому что это определенно была плохая идея. Нам нужны стены с обеих сторон. У меня всего раз, два, три, четыре... Ну, что-то около шести или семи монет, возможно. Этого не хватит на полноценную стену. Я боюсь, что многие сегодня ночью у нас погибнут. Да, это моя ошибка очередная, на которую я постоянно ведусь. И это действительно проблема. Окей. А-а-а! Улучшили еще немножечко стену. Нужна одна или две монетки буквально, чтобы улучшить ее еще раз. Тем временем у нас немножечко вечереет. И у фермера есть деньги. Да, спасибо, друг. Ты как никогда вовремя. Старец все еще ездит с нами на спине у медведя. Мне интересно, какому не страшно? Вообще, абсолютно отбитый человек. Я бы не решился в таком почетном возрасте совершать такие невероятные приключения. Хотя, наверное, в почтенном возрасте, потому что, ну, так правильнее. Так что, исправляем ошибки. Пока можем. Так это все и делается. Так, пока не будем улучшать башенку. Фермер должен прибежать назад, скорее всего. Но я как-то сомневаюсь, что он придет вообще. Там есть несколько лучников. В целом, оборона у нас выглядит не так плохо. Но меня больше волнует правая сторона, где мы будем принимать, скорее всего, основную волну нападения. Катапульта вообще где? А-а-а! С этой стороны она не выезжает. Потому что, я думаю, здание, которое создает эти катапульты, что-то в духе мастерской, оно как раз таки не дает катапульте, которая едет налево, вернуться в стены замка, если они вдруг стоят чуть правее, чем это здание. Ну, я так думаю, по крайней мере, очень сложные мысли, которые очень сложно воспроизводить в речь. Такие дела. Ну, я уже говорил, разговорюсь где-то к середине эпизода, будем с вами общаться, друзья. Надеюсь, что вы позадаете мне свои вопросы в комментариях, попредлагаете игры, в которые я могу поиграть, которые вам интересны. Вообще без вопросов, друзья. Вы, главное, пишите, проявляйте активность. Что мне мешает поиграть в игру? Я люблю игры. К тому же, вы можете подписаться на мой паблик ВКонтакте, но это уже слишком много рекламы, но там порой бывают какие-то интересные вещи. Сегодня на нас никто не напал, что поразительно. Заберем денежки у торговца и вновь его отправим торговать. Замечательно. Так, и теперь я думаю, что нам нужны еще одни укрепления, вот где-то в этой стороне. Мы не можем стены здесь поставить, потому что нам придется сломать дерево, а если мы сломаем дерево, то мы разрушим будку торговца. Я не понимаю, зачем игру делать настолько сложной. Так, а это топор. Я думал, что мы можем что-то купить полезное, но это всего лишь топор. Топор, конечно, полезный, но не настолько. Так, давайте улучшим стену, улучшим вышечку. Одна монетка осталась. Как же это было ровно и четко. Я надеюсь, что здесь никто не умер. Нет, странно, все выжили. Возможно, возможно, эти лучники справились с атакой, но в этом я очень сильно сомневаюсь. До сих пор кресты на деревьях стоят, не помечены о том, что их, собственно, нужно срубить. Но, тем не менее, пока этим никто не занимается, что довольно-таки странно. Алло, бесполезные. Это как безупречные, только бесполезные. Очередная отсылка к Игре Престолов, которую я периодически делаю в эпизодах Кингдом. Потому что это все тоже средневековье. Я в каком-то из эпизодов очень много уделил времени, собственно, отсылкам к сериалам. И я, поверьте, исправляюсь понемножечку. Так, мне показалось, что он просто хочет монетку, но он оказывается уже в одежде и просто ждет инструмент. Но денег на инструменты у нас пока что нет. И, значит, мы ждем следующего утра. И там уже посмотрим. Нам дали немножечко денег. Лучники, которые они набрали в течение дня. И мы ждем торговца. Долго ждать пришлось, однако. Отправим его снова. И, 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 и. Купим одну мотыгу. Потому что я полагаю, что мы сегодня ночью оказались без мотыя. И два лука заодно. Потому что я видел довольно много свободных крестьян, которые ничем абсолютно не заняты. И их определенно нужно чем-то занять. Так, ну да. Ферма у нас, собственно, пустая. Фермера я не видел нигде в королевстве. Если бы он убежал, я бы это заметил. Вот она, мотыга, кстати. Они ее не донесли. Потому что лучник ни хрена себе он дострелил, судя по всему. То есть вот это все расстояние от башни до мотыги не попали. Неплохо, неплохо. Я им горжусь, честно. Мои ребята. Так, сломаем это дерево. Вернее, срубим. И это тоже. Чтобы у нас была возможность поставить здесь вышку. Старец, кстати, с нас не слезает. Что странное. Помню в прошлый раз, когда я его посадил, он через 30 секунд слез и потрел монетку. Я сказал, ну нахрен, потому что я король и еще должен платить за то, чтобы со мной ездили. Непонятно. Честно говоря, я немножечко потерялся и не знаю, чем нам сейчас на данный момент заняться. Все пока идет довольно-таки неплохо. Я думаю, что нам стоит расширяться в левую сторону и попробовать построить там несколько ферм, если у нас получится. Я тут подумал, может быть, вложиться в корабль, а потом подумал, ну как-то карман жмет и что-то вроде пока как-то и уезжать отсюда не хочется, пока лето, вроде как нормально, и отель 5 звезд, и все в таком духе, все включено. Но назад или куда-либо в другое место пока не хочется, так что мы остаемся здесь на неопределенный срок, хотя скорее на определенный, я думаю, что где-то после 30-го дня мы с вами, друзья, отбудем в новой земле. А пока у нас, давайте посмотрим, день 7. Это пока не так уж много, всего 7 дней прошло с момента того, как мы начали нашу новую жизнь на нашем новом острове и пытаемся здесь создать адекватное, жизнеспособное, обороноспособное королевство. У тебя есть деньги? У тебя нет денег. Ну и ладно. Однако, ночь прошла тихо, безо всяких инцидентов, катапульта с левой стороны не выстрелила вообще ни разу. Я не знаю, что происходит, старец нас снова покинул и, видимо, он возвращается к себе домой или будет где-то здесь в королевстве у нас тусоваться. Я, кстати, узнал, что с помощью старца мы можем улучшать вышки и разные персонажи на разных уровнях собственно дают такую возможность и эти самые вышки обладают различными характеристиками. Такие дела, друзья. Вот не знаю, с одной стороны ферба, с другой стороны торговец. Торговец так или иначе просит одну монетку. Чтобы поставить ферму нужно много монет, но ферму приносит доход чаще. В общем, сложная математика, как всегда, в моих эпизодах кингдом. Я пока-пока не могу решиться сломать это дерево и лишиться торговца. Так что мы будем расширяться в левую сторону, но для начала мы пробежимся направо, чтобы посетить пару лагерей, вернее, поселений свободных людей и набрать их в наше королевство. Окей, есть один и есть второй. Даже третий есть. Поразительно. Теперь у нас три человека в королевстве и пройдемся чуть дальше. Я уже не помню, есть ли там дальше какие-либо поселения. Да, есть. И здесь снова три человека, которых мы сейчас же и наберем. Сомневаюсь, что там дальше есть что-либо, поэтому мы побежим назад. Наше королевство раздадим всем этим ребятам замечательным по луку, топору или мотыге. Уууу, я случайно сгрыз двух оленей и получил за них нехилы монеток, хотя я просто пробегал мимо. Люблю медведи, самое, наверное, полезное животное, которое вообще можно себе представить. Хотя я не видел остальных, мне кажется, что они еще там есть. Окей, сейчас ночь, я пока не буду улучшать эту вышечку, но под утро я обязательно это сделаю. Так, бежит один противник и... Это все? Так, ты опять лишился мотыги, но ты, конечно, Вася, мог бы сохранить ее, спрятать ее на ночь, Ну, хоть что-нибудь, это такой большой дом, ты мог бы спрятать её в кусты, или куда-нибудь в подвал, ну, что-нибудь ты с ней сделаешь, зачем её каждый раз терять, почему я теряю деньги из-за тебя, одного бесполезного, а? Только посмотрите на него, идёт такой довольный, мол, ха, я выжил, там убил нескольких сотен противников, ему все поверят, между прочим, хотя это всё неправда. Даже эту вышку мы улучшили, чтобы, собственно, у нас было чуть-чуть больше лучников, их будет теперь три. Так, почему-то эти деревья до сих пор не срублены, я не понимаю, где шляются мои строители, и что они вообще делают на данный момент. Давайте попробуем купить ещё инструментов, потому что я только что вспомнил то, что мы с вами буквально пару минут назад набрали несколько человек из правых лагерей, вернее, поселений, я постоянно называю их лагерями, но мне это слово абсолютно не нравится. Извините за небольшие фрезы на экране, это я уже не контролирую, такое бывает. Давайте, достраивайте быстрее, вернее, это здесь один, просто ещё фермер пытается помочь каким-либо образом своей мотыгой, верит в то, что он вносит вклад, я не буду рушить его представление о том, как работает этот мир, поэтому, ну и ладно. Я думаю, что он закончит до наступления ночи, хотя уже сверчков я слышу, ииии, ну-ну-ну-ну-ну, давай, давай, ну работай молотком лучше, ну что там пару гвоздей забить, ну сделай на соплях, на честном слове. О, ты боже мой, ну сохрани ты себе жизнь, глупый человек. Я начинаю разочаровываться в людях. А нет, ты всё-таки достра... Нет, 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 он решил побежать рубить деревья. Не, не, я не с тобой, друг, я не с тобой в этом всём деле, так что извиняю, я тебя покину. Трелучника заняли у нас только что башню, и это хорошее начало для ночи. Я думаю, что половина противников, ну не половина, но какая-то часть определённо отсеется только ещё перед фермой, даже не на подходе к нашему королевству. Формально граница нашего королевства здесь, где находится флаг. Так что я думаю, что мы неплохо подготовили нашу оборонительную тактику, и к утру, если он всё же что-то сделал, срубил из деревьев, то мы сможем поставить ещё одну вышку. Так, уже идёт к нам свободный крестьянин, я так понимаю, что он снова решился мотыги. Или молотка, я не знаю, кто это вообще, да-да-да. Каждую ночь одно и то же. Так, ну противников мы вроде как отбили, они закончили где-то вот на этом моменте. Судя по всему, забрали наши мотыги-молотки и ушли в освояси. Как же меня это бесит на самом деле. И день десятый, наш медведь немножечко выдохся, я не могу прямо-прямо с утра прийти к торговцу, чтобы забрать денежки. Но не страшно, я думаю, что буквально несколько секунд они особо не решают. Медведь довольно быстро выдыхается, это, наверное, его единственный минус, в остальном исключительно плюсы. Я даже за минус это не могу считать, потому что плюсы это всё дело перебивают. Так, нам нужна мотыга, насколько я помню. Он даже не успел той ночью дойти до этих деревьев, они просто стоят как стояли. И никто так к ним не приходит, это что, слишком далеко? Я не понимаю, здесь метров 200, наверное, от крайней стены. И, наконец-таки, бежит хоть один строитель в нашем направлении. Наконец-то он срубит всё это дело. Спасибо за монетку, я, конечно, тебя ценю, но не обязательно было ради этого останавливаться. Время-деньги, чувак, время-деньги. Минутку, просто минутку, друзья. Посмотрите, как они рубят деревья и послушайте музыку. Как же это приятно. Окей, поставили мы башенку, улучшили её один раз, так что она уже довольно-таки боеспособная. Дальше я улучшать не буду, потому что боюсь, что у нас просто не будет времени. Я не хочу терять ещё людей. Люди — это деньги, люди — это время, люди — это эффективность. А значит, что чем больше людей, тем больше у нас шансов свалить с этого острова как можно быстрее, потому что здесь обитают невероятные твари, с которыми мы боремся каждую ночь и пытаемся отбивать их атаки. Чего они вообще хотят? Они их просто хотят, чтобы мы ушли. Я, джинсно говоря, не понимаю. Лучше мы это всё делаем ещё разок. Появились у нас каменные стены. Допиливают они вышечки. И мне кажется, что торговец теперь будет уходить вот сюда. И это проблема на самом деле. Хотя, в целом, я не жалуюсь. Я думаю, что мы ещё можем улучшить наш основной замок, чтобы у нас появились рыцари, и мы смогли сломать портал, который находится справа. Потому что рыцари могут отправляться в поход и, собственно, разрушать порталы, из которых лезет вся эта нежить. Окей. Понемножечку ночь у нас наступает. Луна поднимается. Желтоватенькая она какая-то сегодня. Это плохой знак. Плохой знак. В гороскопе говорили, что сегодня будет не самый удачный день для королей, но их было не так же много. Буквально человек пять. Так что гороскопы врут, друзья. Не верьте им. Я уже стою около торговца, жду, когда он мне даст денег. Прям вот сразу, моментально. И моментально же я его отправлю. Надеюсь, что он всё-таки не пойдёт за стену. Да, он остаётся всё ещё здесь, так что замок мы пока трогать не будем. Я не хочу, чтобы он уходил куда-то вот сюда, потому что это слишком далеко. Это я трачу своё время. И... Ну, такое. Возможно, когда наше королевство будет несколько больше, тогда это будет как-то вот рентабельно, что ли. Как-то пустовато стало теперь. Из-за того, что я срубил деревья, на фоне практически ничего. Ну и поля тоже неплохо. Мне нравится, как эти руины так же повторяются и на фоне. Это очень крутой эффект, который... Я прямо-прямо каждый раз подмечаю, и он мне очень нравится. Так, строители наши бегут, будут немножечко улучшать вышечку, а мы пробежимся налево и поищем поселение. Окей, самый ближайший портал к нам это вот этот вот. И... Да, что-то он очень прям близко. Здесь у нас всего лишь один поселенец. А, я тебя не заметил, ты прям неплохо маскируешься. Я не знаю, что делает эта вывеска, но её можно купить. По крайней мере, можно было купить раньше, но теперь уже нельзя. Ну и ладно. Не хотите и не надо. Так, оказывается, с левой стороны у нас два портала. Это почему-то не зажжён, правда? Видимо, он загорится чуть позже, или это даже не портал. Но портал есть чуть правее. И уже вечереет, и я как-то запоздал немножечко. Я надеюсь, что они побегут в левую сторону. Можем, конечно, переночевать здесь, но их что-то много. И я боюсь за свою корону, особенно боюсь за своего пса. Я надеюсь, его не утащат. Блин, медведь, ну, пожалуйста. Так, жрих, жрих. Ну, Миша. Эээ, ладно, хорошо. Две монетки мы разменяли. Но, тем не менее, пёс и я все в порядке. По-моему, свободных жителей они не трогают. Так что за них я тоже не переживаю. Они хотят денег. Алчные мрази, ау. Ау. Нет, 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 нет. Только не моих строителей. Ну, конечно, твари. Стоять, стоять. Так, ладно, один молоток мы вроде как отбили, второй не получилось. Возможно, вторая вышка сможет его отбить. Вторую вышку нужно срочно улучшать, чтобы там было три лучника как можно вообще быстрее. Потому что так мы можем отбивать хотя бы наши инструменты и в целом терять куда меньше денег, чем мы теряем на данный момент. Просто там даже особо вариантов-то для стен нет. Или где-то далеко очень ставить, за что я очень волнуюсь. Потому что пока я добегу, пока я проконтролирую ситуацию, что-нибудь может плохое произойти. Так, и почему-то луки у нас до сих пор висят. У торговца луками... Удивительно, у торговца луками лежат луки. Тем не менее, судя по всему, у нас закончились свободные крестьяне. Но с левой стороны идут два или три человека. По-моему, два. И сейчас они все это дело соберут. Ну и день двенадцатый у нас уже настал. Отправили торговца. Идем в левую сторону. К сожалению, бежать я практически не могу. Потому что медведь сразу же выдыхается. Да, это уже понемножечку подбешивает. Но я не жалуюсь. Он ничего. Миша вообще крутой. Ууу, а ты что здесь делаешь? У вас здесь двое? Они просто решили вернуть свободное поселение. Возможно, и те строители, которые сегодня ночью в храбром бою и вовсе неравном покинули нас. Ну как, вернее, у них просто отобрали оружие и насмехались над ними. Почему вы бежите назад? Строитель, ты что, закончил? Он не закончил. Я не понимаю, что происходит. Уже вечер, что ли? Аааа, я же решил улучшить башню. И они сконцентрировались на самом важном. То есть для них абсолютно не важно. Деревья, не деревья. Мне важнее всего постройки. И я уважаю такой подход к работе. Приоритеты. Это одна из самых важных составляющих эффективности. Но у меня приоритеты расставлены хреново, потому что я решил улучшить башню как раз-таки после того, как отправил строителей рубить деревья. А что значит? Что они сейчас достроят башню, уже начнет вечереть, начнется ночь, и они побегут, конечно же, рубить деревья. И я потеряю огромное количество денег. Спасибо, спасибо. Говорю я себе, потому что я самый эффективный сотрудник из всех, кто здесь вообще присутствует. Потому что меня не просто так выбрали королем, я уверен. Но может быть они успеют. Но портал здесь очень, очень и очень близко. Тем не менее, ну, вроде как успели. Так, ребят, вы побежите домой, может быть, да? Нет? Нет? Вы решили повытирать пот салба? Постоять на месте? Конечно, когда такая странная музыка играет на фоне, я бы напрягся на их месте. Но они просто, просто вытирают лоб. Там уже кто-то появился. Ну-ну-ну, ребят, ну может вы побежите домой? Так, ладно. Для меня приоритет сейчас собака. Потому что собаку могут унести, я просто могу его не спасти. Ааа, и только что мы потеряли двоих человек. Но почему это происходит каждый раз? Каждый гребаный раз. Ну у них часов нет, или они на солнце не могут посмотреть, чтобы понять, какое время суток сейчас у нас, собственно, на данный момент. Тем не менее, кстати, друзья, две вышки были хорошей идеей, потому что враги отъезжают, еще не дойдя до наших стен. И меня это радует. Хотя, какая-то часть все же пробивается, но катапульта добивает просто остальных. Аж три молотка мы купили с утра, потому что, ну, мы располагаем какими-то средствами. И сейчас мы снова пробежимся налево. Наконец-то срубим эти деревья. Я надеюсь, за этот день мы успеем. Мы поставим там ферму. И это, как я думаю, можно будет назвать эпизодом. Я только что заметил, что прямо около портала находится камень, на котором мы можем расположить вышку. Это очень круто. И здесь даже есть, собственно, небольшой бугорок для построения стены. И с этим можно что-нибудь придумать, на самом деле. Если противники будут в пределах нашей стены, а здесь будут какие-то фермы, то они не побегут налево. Не знаю, мне так кажется. Но там еще один портал есть. Поэтому на 100% уверенным я быть не могу. И сейчас мы ждем, пока наконец-таки мои какие-нибудь строители добегут уже сюда. Но пока все еще никого не вижу. Дни летят. А мой строитель за сколько? За 24 часа не может дойти до, собственно, места назначения. И сделать свою работу, которую он обязан делать. За которую я ему плачу. Я заплатил за инструменты. Я заплатил за его одежду. Также я его кормлю у себя в королевстве, насколько я понимаю. А этот бесполезный болван ни хрена не делает. Вот лучники, лучники молодцы. Они постоянно что-то бегают. Кого-то там убивают. Пытаются по кроликам стрелять. Оленей. Вот это все. Вот они полезные. А строители... Я дал своим строителям задание срубить эти деревья и построить здесь ферму. Так что я думаю, что к следующему эпизоду все это дело будем готово. Сегодня мы сделали неплохой прогресс. Усилили нашу оборону. Довольно-таки увеличили неплохо прибыль. И в целом, в целом дела у нас идут хорошо. Друзья, спасибо большое за то, что смотрели это видео. Надеюсь, что вам понравилось. Если это так, обязательно поставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить ни одного моего видео. В конце будет ролик. Обязательно его посмотрите, если вдруг не увидели предыдущий эпизод Кингдом. И до скорого, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok